Доллар пытался держать оборону, в то время как рынки всерьез допустили идею отрицательных ставок в США. В фокусе внимания выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Фьючерсы на основные американские индексы росли в преддверии важного для инвесторов события, но Пауэлл испортил настроение инвесторов, предупредив о длительной рецессии. Во вторник позитивный настрой игроков сошел на нет после обострения геополитической напряженности между США и Китаем. Сенаторы-республиканцы продвигают голосования по новым санкциям против Поднебесной, а Белый дом ввел табу на вложения в китайские акции Федеральному пенсионному инвестиционному совету. Фондовая Америка ушла в отрицательную зону, а доллар США наверстал упущенное. Если тема торговой войны, впрочем, как и второй волны распространения вируса, получит продолжение, спрос на доллар в ближайшие недели сохранится. Непредсказуемость Дональда Трампа в отношении Китая может усилить антирисковые настроения. Ключевые фондовые индикаторы США начали новый день в плюсе. Фьючерс на промышленный Dow Jones рос более чем на 1%, достигая отметки 23 722 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 также прибавлял в пределах 1%, составив 2871 пункт. Валюта США вновь ушла в отрицательную зону в попытке защититься от своих главных конкурентов. В начале американской сессии индекс доллара торговался у отметки 99,70. Трейдеры ждут сигналов от Джерома Пауэлла. Глава регулятора должен прояснить ситуацию с возможностью ведения отрицательных ставок, вокруг которых растут спекуляции. До сих пор чиновники ФРС заявляли, что не видят необходимости уводить процентные ставки ниже нуля. И большинство трейдеров ожидали, что Пауэлл будет придерживаться именно этого сценария. Впрочем, отрицательные ставки вполне могут войти в реальную жизнь, если вспышка коронавируса приведет к дальнейшему ухудшению состояния американской экономики. Итак, сегодняшним своем выступлению Пауэлл дал понять рынкам, что страна может столкнуться с продолжительным периодом слабого роста, а также стагнацией доходов. Он пообещал использовать больше полномочий ФРС по мере необходимости, а также выступил с призывом к увеличению бюджетных расходов. Сразу после его выступления фондовая Америка стала перемещаться в красную зону, а индекс доллара сократил свои потери. Так, канадский доллар вырос на 0,3% по отношению к американскому аналогу, но в паре USDCAD зашла на территорию 40-й фигуры. Луни коснулся своей самой слабой внутридневной позиции 7 мая на уровне 1,4085. Фьючерсы на американскую сырую нефть торговались сегодня в слабом плюсе в преддверии публикации ОПЕК ежемесячного отчета по рынку нефти. А стоимость WTI приближалась к 26 долларам за баррель и затем развернулась в отрицательную зону. ОПЕК вновь ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2020 году. Организация ожидает рекордного падения показателя на 9,7 млн баррелей в день из-за пандемии. В апрельском докладе речь шла о снижении спроса на 6,8 млн в сутки. Уже тогда отмечалось, что оно станет крупнейшим в истории. А на этом у нас сегодня все. Мы желаем вам профитных торгов и ждем вас на нашем канале завтра. До встречи!